всем доброе утро это мой люк сегодняшний взяла пальцами ног залезла вот в эту дырку ты чё вот все время так залазил пальцами в эти дырки и рву их восторг побывает вообще здесь есть чарли начнет гавкать гавкать это на весь дом у него уже голос звуки как у меня в общем вот порвала ее немного машина немного далековато сегодня ну да ладно пройдемся немножечко и на работе кардианом легкий но прям специально на эту погоду вроде бы как и не жарко но и не холодно в общем так как-то осень и похода замечательно будет сегодня вы знаете мой в общем люди безответственные вчера позавчера женщина записалась на 10 30 и нету представляете у меня же суббота это же общий день как я одну даже отправила домой чтобы типа у меня в 10 30 придет женщина ну как дома она придет попозже а ю нету ненавижу безответственных людей еще пошла я красить вот пожаловался ну что друзья я отработала на вечер пока у меня никого нету вот свободный поэтому может быть планы мои свершаться смотрите какое у нас море шикарно и жарко так вообще я вот корточку на даже люди на пляже вон там загорают ой а вы ничего не видите у нас уже время близится к моему выходу я поела поела я чую вчера я ларис а вот в общем хочу вам рассказать куда же я сегодня собралась потому что я все-таки собралась так как с работы все нормально клиентов как бы все тишина вот и поэтому я решила идти на зум батон что это такое в общем у нас тут маратоны были раз вот недели две назад я вам говорила что мне не с кем было идти вот делают такие акции на исследования против рака вот когда был маратон по бегу там в общем продавали футболки с надписью что против на исследование рака ля ля тополя это майка стоила 8 евро и все эти деньги шли вот в этот фонд сегодня будет зум батон то есть маратон зум батон то есть это будет как лотерея но опять это все если вы хотите то платить покупайте там платить если не хотите никто вас не будет заставлять сегодня я так поняла как бы как лотерея будет билетик 2 евро стоит и в общем будет три часа с пяти до восьми ну в течение трех часов будет будут танцевать зумбу наши мониторы то есть наши учителя что ли тренеры вот мы всю неделю типа репетировали но я не знал эти не идти мне очень хочется я вообще знаете какой человек еще чарли сейчас перебью меня чарли по моему заболел но сейчас потом расскажу в общем я такой человек что я вообще любитель всех вот этих массовых сборищ как как я сказать как это сказать массовик затейник что ли или что-то того в общем с детства я еще в детстве еще в школьные годы во всех кружках акт как это сказать в общем театральных участвовала без меня не проходил ни один концерт в школе причем всегда я должна была быть на первом плане если поют я пела если танцуют я танцевала если играть на каких-то музыкальных инструментах я тоже на них играла я в детстве ходила учиться на игре аккордеона очень хотела пианино но у нас в школе у нас я росла в деревне не было пианино бы была учительница на аккордеоне мне показалось что клавиши одинаковые я пошла учиться на аккордеоне вот потом что еще вот я говорю если какие-то концерты ну как у нас везде на 8 марта на 23 февраля в доме культуры я обязательно там была как говорится на первых парах я хорошо пела всегда пела всегда на всех концертах пела вот потом пошла учиться в колледж в колледже я тоже не сидела сложа руки тоже участвовала во всех только можно таких вот соревнованиях кстати в школе я даже участвовала не не просто пела там танцевала и плясала я даже в спортивных соревнованиях принимала участие хотя я была всегда полная колобок такой но я говорю я везде должна быть должна и была всегда первая я училась знаете в на каких соревнованиях пинг-понг очень любила и люблю играть в пинг-понг и и ездила на соревнования не просто там по каким-то деревням а на областные соревнования и занимала вторые места представляете надо мной все смеялись когда я выходила на соревнования ну там мои противники смеялись потому что я была колобок и как это я так типа колобок я же не двигаюсь но я их всегда выигрывала и показывала им кто есть кто вот и когда я пошла в колледж тоже там у нас был квн номер в каждом учебном заведении есть квн я там тоже участвовала есть фотки даже если я найду и вспомню я вам вставлю вот каждый год у нас был квн мы там тоже я принимал участие обязательно в общем я везде везде у меня даже учительница моя знаете когда по окончании школы вот речь зашла о том куда пойти учиться моя классного руководитель мне предлагала поехать в тамбов в театральное училище кстати знаете кто театральное училище в тамбове заканчивал лолитами лолита милявская лолита милявская так по моему зовут вот она у нас заканчивал в тамбове представляете но я такая трусиха была что я куда же ты я так далеко далеко там где-то у нас от нашего города до тамбова час езды на машине был должна сейчас меньше так далеко вообще я просто побоялась ехать в другой город далеко и вот я жалеть да я жалею об этом что я не пошла учиться на актрису надо было все таки рискнуть ну блин был 15 16 лет там какой еще я наверное была бабушкина дочка так сказать да и не хотела никуда так далеко уезжать жалею об этом ну потому что я выучилась на бухгалтера и не работала ни одного дня на него выучилась на бухгалтера потому что у меня мама была бухгалтер и вроде как куда еще мы наш нашем городе особо выбора небольшого не было либо медучилище либо на бухгалтеры финансиста все вот такие но на бухгалтеры пошла ну это отдельная часть в общем там я тоже принимал участие вот везде тоже я была передовик в общем мне нравится вот это массовое сборище я даже здесь подумывала где-то в прошлом году у меня подруга испанка она в театре я говорила уже вам она в театре выступает там в салабрине а у нас здесь сестра мужа тоже в театр ходит тоже выступает мы ходили один раз на их выступления и вот я тоже подумывала идти в театр чтобы тебя себя чем-то занять просто сидеть дома мне очень скучно но так как пошла в спортзал то времени у меня нет у меня времени утром работа после обеда пока с чарли надо погулять потом спортзал и в общем на театр времени нету а хотелось бы ну вот мне нравятся все эти сборища я ведь где-то знаете активность какую-то при как это сказать-то быть активной куда-то что-то бегать прыгать с людьми общаться вот и пока не нашла конечно такую же как я здесь у нас чтобы вы как говорится со мной везде но ничего я и одна я кстати мужу сказала чтобы у меня пошел со мной на зум батон поснимал но у него там какая-то работа надвинулась и поэтому я не знаю сказал что в 5 начинается все может быть подойдет это будет все рядом с нашей бывшей квартире вот так что я сама себя поснимаем не знаю как это все будет выглядеть потому что прыгать бегать и скакать воду же надо носить и камеру не знаю ну в общем соберемся увидим так что вот так вот пойду и вам покажу как мы там пляшем потому что это все-таки не спортзал и мне и снимать там можно это же общественное место будет хотя бы не себя но своих как говорится компаний ну с кем я танцую но вы поняли да вообще язык вообще забываю так теперь о чарли сегодня ночью во вторых он мне все время лез под одеяло спать потом приехала в парикмахерскую и что-то я его взяла на руки и он прям вот так вот заскулил как будто ему больно я не поняла в чем дело и начала его осматривать и в общем на ноге у него да когда давай покажем давай покажем где тут у нас попа покажу попа нет ты попа покажи давай попа видите вот смотрите вот тут у него какая-то шишка и она у него болит я не знаю может быть это укус как у чей-то может быть я была вот она знаете как будто укус то есть не на мышце не на чем это ну по-моему лизать хочет или не лизать не знаю больше никакой шишки нет то есть это такое видите он прям даже боится это как вот как будто его кто укусил но вот болит может быть знаете его оса типа окнула или что где где на его могла типа окнуть и мы вчера когда вечером вы видели сами ночью уже он играл в игрушку и и все нормально с ним было а вот сегодня проснулся ночью видим его кто-то типа окно и вот у него вот это шишки она у него болит такой слятки то есть больше нигде нету вот только вот это такой слятки и вот видим она у него болит бубока и он весь плохо как бы ну не очень себя чувствует его так спит вот и тут он не в зал к так мне вот так жалко ты моя сладкая рыбка я когда начинаем улету в боку трогать он сразу идет обниматься все я тебя не буду трогать вот иди бусе иди бусе иди целоваться иди целоваться иди целоваться иди целоваться идти целоваться так жалко да если короче не пройдет пойду по виду его в понедельник ветеринару а что делать не мы такие жизнь такая поест он хорошо поел я ему свой рис оставила он поел и в туалет сходил нормально ну вот видите мне кажется кто-то типа окну будем надеяться так что вот так буду собираться и сейчас вам покажу как мы там зажигаем в общем вот так я пойду кстати это новая майка которую я купила я в понедельник вам покажу весь свой наряд который у меня новый купила леггинсы которые вы видели эти старые в общем сумочку вот эту взяла сюда камеру, телефон и деньги положу а сзади у меня еще рюкзачок такой не знаю как вам показать вот видите я специально его затянула вот этой вот чтобы когда прыгать он не прыгался там у меня полотенце я очень потею и воду сейчас куплю и что еще а еще у меня там штатив если удастся где-нибудь с краю встану и поставлю штатив чтобы себя снять какая я красивая вот чарли я включаю телевизор вернее он уже включен и ты отдохни у него сегодня настроение не очень вот поэтому пускай он отдохнет иди бэнтоки ну я ему уже сделала его ложе мне сегодня кстати всю ночь не давал спать он все пытался залезть под одеяло так что мне нужно намазать губы гигиенической помадой вот и я не знала что он болеет у меня поэтому он пытался пытался всю ночь вот так вот в общем как маленький ребенок спать не давал я кстати ой мои клиентки самые лучшие если что сейчас одна звонит и говорит можно во сколько откроешься а камеру ищу пойду на покраску я уже наделась я говорю блин а я сегодня не могу ну я ей говорю давай я говорю во вторник приеду давай говорю я в понедельник приеду ну чтобы не терять клиентов знаете и тебя покрашу она говорит нет нет ты не переживай я следующий год приду просто с утра она работает а после обеда не работает а так как я после обеда тоже не работаю в общем она может только в субботу вечером но я пошла на уступки ну я так вы знаете уже кто домой смотрит я могу и в любой день даже в воскресенье поехать на работу ну в общем она говорит нет ты не переживай я в следующую субботу приду мне не к спеху поэтому еще раз хотела сказать мои клиентки самые лучшие кстати сегодня была та клиентка у которой умерла сестра вот у меня парикмахерская была полная и в общем у них была была тема для разговоров там все друг друга знают поэтому вот они там давай соболезновать вспоминать болячки своих родственников и все такое в общем день был сегодня оживленный в разговорах а мне и лучше знаете зато я поменьше поговорила ой так вот ладно пошла я спортом заниматься прям снимаете прям в душе как-то так легко спокойно нет наоборот душе легко неспокойно волнительно что меня там ждет ну не важно что будет то и будет я просто знаете как я стесняюсь по мне вот не похоже да что я такая стеснительная очень стеснительная очень-очень-очень зато когда я привыкну я уже ух а сразу я я вообще человек не такой вот знаете открытый я пока не познакомлюсь хорошенечко пока не ну не найду общий язык никуда не начну разговаривать вот как обычно как с вами да я буду молчать но зато когда начну говорить ух никто меня не остановит ну ладно а еще видите вот эту голубую линию на асфальте завтра в общем маратон будет уже бегуны побегут в общем тут каждую неделю какие-то спортивные состязания соревнования там вот впереди все перекроет в общем завтра почти весь город перекроет с 9 30 до часа почти весь город перекроет тут вот побегут мы раньше жили на этой улице и постоянно постоянно что-то здесь происходило нифиговы такие защиты стоят смотрите а мне вот сейчас налево и посмотрим что там и как вообще есть там кто-нибудь где-то тут уже все перекрыли блин у меня батарейка почти садится в общем вот тут все это происходить будет еще наверное очень рано вот видите взяла два билетика в общем в конце будут разыгрываться не знаю даже что там вот все музыка звучит полиция все как надо это наша учительница вот в этом назовем ее учительницей у нас здесь маленькие дети короче бегут вот первое первое прибежало вот они все детишки бегут наверное сейчас они прибегут и потом мы пойдем плясать что-то все подтягиваются наверное сейчас начнется очень интересно все пошли пошли бегом бегом ну что приступим а мы путем л по и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok